Новую экспозицию, присвеченную боротьбе советской армии «Супрать фашисту», в худшем часе представить могилючанам и гостям в области. Реконструкция одного из эпизодов периода Великой Айчиной войны ведется над территорией Агролеса Технического колледжа. Днями тут завершилось обучение интересного объекта Низководного Дровляного моста. Летняя спека не перешкода для солдат 188-й гвардейской бригады. Яны завершаюць будуваць Дровляный мост. Было принято решение на возведении линии оборонительных рубежей, которые размещались здесь в годы Великой Айчиной войны. 70 годов тому подобная конструкция могла вытрымыць каля 60 тонн, а гэта два танки часов Великой Айчиной войны. Дре конструкции моста падышлі з усею адказнастю. Проектировчаку Александру Самуйлову пришлось звертацца до архивных записов. Каб-объекта тримался декладно таким же, как его попередник. При проектировании данного объекта я изучал, конечно, на литературе историческую, а также руководствовался руководящими документами, настоящими. Минові та гэти объекта трималися у звісті усяго за два дни. Войсковцы впевнены, что такая худкость стала махчими праздобре у взаиморозуменні солдатов. В командзі работаць не тяжело, колектив слажаный. Реконструкцію одного з эпізода у перуіда Великой Айчиной войны у Агралісатэхнічным каледжі планують завершыць у гэтым месяце. Тут яшча павінна з'явіцца военная техніка, якая доповніть экспозицію. Даре Семянько, Александр Тарасов, Новини Регіона.